Нас прошлый год научил, и поэтому вот этот год, ну может еще и в будущем будет нормально, нам надо восстановить запасы. И кормовые особенно зерна. Надо, чтобы были запасы. Всякое может быть, климат поменялся. Ну и мы привыкли работать традиционно. Вырастили зерновые, вырастили там корма какие травянистые и прочее. И я часто об этом уже говорю. Климат меняется, надо искать новые культуры, чтобы получить деньги. То есть нужна экономическая эффективность, а не просто мясо и молоко. Я уже так подумываю, не знаю, время покажет. Может быть нам и не стоит форсировать увеличение мяса и молока, потому что не так просто его сегодня и продать. В крайнем случае, ну говядину, понятно, нам придется держать, потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее, ну это мы можем быстро нарастить, если это надо будет. Но на наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет непонятным. Мы даже планы выработали с ними, балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько мы поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос, и нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств эту проблему. Поэтому встает вопрос, стоит ли нам так интенсивно наращивать вот эти традиционные наши продукты. Надо искать что-то новое. Новое, чтобы заниматься импортозамещением, особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание. Продолжение следует...